Так, ну что, всем привет, сейчас у нас 5 вечера по Киеву, 12 апреля, давайте к делу перейдем сразу. Вот, по биткоин-доминации продолжаем падать, но следующая отметка 55-54, пока что продолжаем валиться, и как видите, в связи с этим... Кстати, наоборот, даже как-то у нас альта подпросела, видно, перелив биток пошел, несмотря на то, что доминация продолжает падать, то есть биток постепенно, но уверенно, ну, идет на перехай отметок 60-62 тысяч, видно, что накопление продолжается, ну, посмотрим, не отрицаю, что могут еще свозить вниз. Сейчас, ну, пока что уверенно идем наверх, ну, давайте по остальным. По эфиру то же самое, в долгосрок можно сейчас докупиться, потому что он в любом случае пойдет наверх, и на 2 500, и на 3 000. По XRP, кстати, ну, по XRP будет отдельный видос, вкратце скажу, что если бы докупался сейчас, то в долгосрок, ну, по XRP будет отдельный видос, я более подробно расскажу, что ждать по нему, обсудим цели там и так далее. Вот, поэтому, так, вот, в долгосрок докупался бы, в средний срок не надо, если вы ждете сейчас SRP сверх X-ов, то не стоит на данном этапе в него заходить, поэтому заходить надо было, когда он был по 40-50-60 копеек, ну, в крайнем случае, по 70. Вот, ну, кто хочет сейчас херней позаниматься, ну, флаг вам в руки. Вот, тем более, я что в видеороликах говорил, закупайте, что в закрытом клубе, ну, никто же не слушал, а потом, когда он подлетел, что, а, ну да, надо было все-таки зайти. Ну, классика жанра, в принципе, ну, естественный отбор, 99%, я уверен, что так и сделали, что не зашли, и, как бы, всегда зарабатывать деньги 1-2%, и, что, независимо, криптовалюта это или какой-то бизнес, либо вообще на работе, ну, то есть, только 1-2% людей готовы что-то делать, прилагать усилия и включать мозги, остальные так и останутся на том же месте, вот и все. Вот, поэтому Ада Кардана, по Аде Кардана в долгосрок можно закупиться, поэтому то же самое, накапливал бы данную монетку в долгосрок, по Стеллару то же самое, можно закупиться, но, опять же-таки, в долгую. Дальше, по Anthology у меня спрашивали, ну, по Anthology на данном этапе откатываемся, ну, ничего страшного, пока за 1.85 не завалились, вполне вероятно, можем еще ниже сходить, ну, посмотрим. Может, еще здесь какая-то возня будет, но, в любом случае, пойдем дальше наверх, потому что потенциал роста у нее есть, и я говорил, опять же-таки, по ней докупаться исключительно в долгосрок. То есть, если мы выходим за границу, вот здесь вот 1.85, ну, цели следующие по вот этим хаям-лоям данных свечей, да, месячных, и, соответственно, ну, ходу у нас 4.5 ха, если до финальной цели дойдем, но мы дойдем в любом случае, понятное дело, это может быть не один месяц, может даже полгода, а то и год. Вот, но, в принципе, я думаю, в этом году вполне вероятно можем прийти к данным целям. Вот, ну, давайте по DogiCoin, патрону, по DogiCoin откатываемся пока что, ну, сейчас бы не закупался, потому что валится патрону, ну, патрону, я говорил, если и закупаться, то в долгосрок на данном этапе, то есть, если и в средний срок, ну, опять же-таки, от 1 до 5% депозита это предел, ну, максимум 10, но, опять же-таки, учитывайте повышенный риск, что монетка уже отросла, и могут ее порулить. Ну, здесь хорошее поджатие по лаям, и хаи, кстати, тоже у нас поджимаются, то есть, у нас такая сужающаяся формация, я не отрицаю, что могут еще свозить вниз, вынести по стопам, ну, а потом повезти наверх, поэтому будьте к этому готовы. Вот, но вполне вероятно, что дальше пойдем на пробой и будем лететь еще выше. Так, ну, давайте по остальным монетам, по доту. По доту на данном этапе отстаиваемся, ну, пока что посмотрим, если кто хочет долгосрок, можно и сейчас докупиться, насчет средний срока я бы сейчас не докупался. Вот, по эфиру классику сейчас откатываемся, не спешил бы на случай, если еще прольют, прольете, то же самое. Дальше по дэшу, по дэшу, ну, в долгосрок можно закупиться. Дальше по монеро, ну, по монеро в идеале откат подождать, то есть, я говорил еще вот здесь, что вот здесь закупайтесь, вот здесь, вот здесь, ну, то есть, кто послушал, тот заработал, кто не послушал, ну, соответственно, надо было заходить. Вот, по BNB, ну, по BNB, я думаю, отдельный видос будет, по BNB на данном этапе я в покупки не заходил бы, потому что уже поздно, в идеале, конечно, часть позиции зафиксировать, но более подробно я в отдельном видосе расскажу, что можно сделать по BNB, каких целей ждать и где можно будет его перезакупить. Вот, видос будет, я думаю, сразу после этих двух, ну, запишу и выложу. По лайткоину сейчас откатываемся, не торопился лезть в покупки. Дальше, что там у нас еще? SXP, ну, давайте по SXP, по SXP на данном этапе откатываемся, ну, ждем. Перехайп 5 долларов, здесь 5,5, ну, пока откатываемся, не заходил бы в покупки по нео. По нео на данном этапе пытаемся поджиматься, ну, все так же, посмотрим. Опять же таки, тоже не отрицаю, что как патроны могут свозить вниз, вынести по стопам, а потом повести цену выше, но, опять же таки, если и заходить, то исключительно в долгосрок на данном этапе. Ну, цель до 200 долларов, понятное дело, но не надо ждать, что этой цели он достигнет, там, за неделю или за две, или даже за несколько месяцев, поэтому. Вот, по EOS-у пока что откатываемся, не спешил бы заходить в покупки. По линку, по линку на данном этапе, ну, в принципе, в долгосрок можно зайти, ничего страшного. Дальше, что у нас еще? А, Qtum забыл, да, по Qtum. По Qtum на данном этапе, если бы заходил бы, то исключительно в долгосрок. Вот, поэтому, ну, не исключаю того, что могут ниже 15 долларов провалить, но пока что наблюдаем. Вот, дальше, по Bitcoin Cash, по Bitcoin Cash то же самое, заходил бы исключительно в долгосрок. По Zcash, либо подождал бы окончание отката, ну, то есть, это сейчас откат к вот этому 4-х дневному росту, но если учитывать, что вот это был откат к 2-х дневному падению, то тогда 3 дня роста, сейчас у нас откат, да, но это вполне логично, потому что не может бесконечно монета расти, то есть, как здесь, да, мы откатились и потом немного еще подросли, и потом опять набор позиций, вот это все набор позиций был. Вот, поэтому, и, соответственно, на данном этапе, что у нас. Так, ну что, вроде бы все монеты глянул, ну, давайте теперь по монетам из комментов. Так, ну, давайте, у меня просили SeaCoin, хотя я не знаю, что там смотреть по SeaCoin, да ничего особенного, а рост тоже она дала, заходить надо было вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, ну, в крайнем случае, где-то вот здесь вот докупаться, ну, опять же таки, сейчас валится, я бы сейчас не заходил бы, ну, кто держит, можно еще подержать, если вы не успели вот здесь вот скинуть, либо где-то вот здесь, на данном этапе, ну, держите дальше теперь, пока она отрастет, вот. А, по луне, по луне на данном этапе, ну, по луне пока что валимся, опять же таки, все вот это был сбор позиций, ну, посмотрим на данном этапе, пока что у нас такой нисходящий тренд, локально, да, вот у нас идет тут на понижение, все, ну, посмотрим, то есть, пока что наблюдаю, я хоть ее здесь докупал, но, опять же таки, я докупился даже частично в долгосрок по ней, поэтому ничего страшного, вот, и плюс был повышенный риск, я это все понимаю, тем более ну для этого я диверсификацию использую вот пока что валимся ну пока не рекомендовал бы заходить потому что посмотрим на данном этапе еще могут еще сильнее провалить поэтому надо ждать и разворота и закрепления хотя бы выше 16 в идеале выше 18 но потом выше 20 долларов и тогда уже тренд у нас восстановится вот и по пундексу еще просили сейчас глянем вот по пундексу ну по пундексу откат к тридневному падению поэтому я не торопился еще закупать его надо чтобы цена немного устаканилась так спрашивали еще вин риф по рифу если подокупался на данном этапе тоже рекомендация была как долгосрок так и в средний срок в закрытом клубе пока что откатывается в принципе если вы хотите сейчас докупить ничего страшного если вы в долгосрок докупитесь по ней то есть долгосрок от полугода и и дольше поэтому ничего страшного ну в средний срок то же самое но учитывайте что монетку еще могут вот так вот повозить и потом цена в любом случае пойдет наверх когда мы сделаем 5 5 5 центов но здесь 6 вот и будет хорошее движение потому что с текущих отметок мы можем стартовать аж сюда и это будет уже 7 иксов ну посмотрим то есть впереди пустота поэтому можем взлететь очень довольно таки хорошо и вот это все накопление вот повину ну повину на данном этапе заходить я бы не заходил бы ну скидывать я еще опять же таки говорил и в закрытом клубе скидывал что можно было скинуть вот здесь я давал сигнал на продажу то есть когда он был еще по 28 по 27 копеек то есть 5 4 числа ну в крайнем случае вот здесь вот можно было третьего или хотя бы здесь скинуть вот поэтому на данном этапе ну пока он откатывается в коррекцию пошел поэтому на данном этапе я бы не закупал бы но если вы не успели скидать скидать ну тогда ждите так ну давайте еще спрашивали по нерву по нерву на данном этапе нет тоже рекомендовал в закрытом клубе зайти в данную монетку можно на данном этапе но учитывайте повышенный риск во первых потому что монета уже с момента листинга да там она уже давала 6 иксов даже тут 7 в моменте поэтому ну а рост она еще даст как только сделать переход 75 до 75 долларов но опять же таки если бы заходил бы в средний срок на данном этапе кто хочет можно в долгосрок от 5 до 20 процентов в средний срок от 1 до 5 процентов от вашего общего депозита но предел 10 процентов но учитывайте повышенный риск потому что монетка уже хорошо отросла здесь хорошее накопление она еще сходит наверх но опять же таки сверх иксов я под нее не ждал бы не отрицать что она может и 2 это и 5 и 10 дать но опять же таки учитывайте что она уже проделала хороший путь и дала уже здесь 7 8 иксов вот и еще спрашивали по монетке люкс ну давайте глянем монетка люкс на кокойне я так понимаю вот ну на данном этапе если вы не успели скинуть вот здесь вот до либо вот здесь хотя бы или вот здесь ну на данном этапе я поддержал бы посмотрел в покупке сейчас бы не заходил потому что тут видео такая вот история и она пытается выровняться на данном этапе тут еще нисходящий канал был она пытается из него выйти но на данном этапе я в покупке не заходил бы не спешил потому что на данном этапе но во первых она ожидала x и приличные сколько здесь получается 15 x она дала даже больше на даже больше да нет даже больше даже 20 25 x ну прилично да но на данном этапе ждать каких-то от нее сверх иксов. Вот, ребят, я замечаю, вы просто скидываете монеты одни и те же абсолютно. В том плане, что ну, то есть, монета дала иксы, вот, вин, там, еще какие-то монеты. То есть, они дали иксы, и вы смотрите, и вы думаете, что они еще столько же дадут. Я не отрицаю, что они могут дать столько же, но вероятность этого есть, но она настолько мала, что проще зайти в те монеты уже, которые либо дали еще слабенькие иксы, либо которые еще в зарождении находятся. Вот. Но, опять же-таки, такие монеты предоставляются в закрытом клубе в частности, и мы на них уже успешно зарабатываем. Вот. Поэтому, ну, кто хочет, может присоединяться. Я уже вот недавно порядка там, мне человек скидывал, оказывается, я даже порядка 90 монет где-то давал, по которым можно закупиться, и которые имеют хороший потенциал для роста. Ну, если в среднем взять, если вы там закупитесь, ну, 30-50 монет можно будет взять, ну, 20 там, то есть 20 точно. Вот. А поэтому ну, в том плане, не то, что я наугад дал, нет. А в том плане, что монеты, которые даю, депозита у вас может не хватить. Я про это имею ввиду. То есть не у каждого хватит на 90 монет даже по 100 долларов раскидать, или там даже по 50. Вот. Поэтому, естественно, сможете отобрать для себя какие-то 20, которые вам покажутся перспективными, либо которые я считаю более перспективными. То есть те монеты, которые я скидываю, они дадут рост в любом случае, но надо будет подождать. И, соответственно, понятное дело, какие-то из них менее рисковые, какие-то более рисковые. Но, опять же таки, по ним имеется и хороший фундаментал, и проведен технический анализ. Поэтому можете присоединяться и, в принципе, покупать их вместе с нами и уже начинать зарабатывать. Потому что некоторые говорят, что, блин, вот бы я вступил два месяца назад, или хотя бы месяц назад, вот уже заработал намного больше. Ну, кто-то сидит, телится до последнего и раздумывает, да, сомневается. Ну, а кто-то присоединяется и уже зарабатывает. Вот уже, как уже третий месяц. Вот. Поэтому, ну, чем дольше будете тянуть, тем потом, когда присоединитесь, осознайте, что, блин, оказывается, было все это не развод. Ну, кто хочет думать, что развод, да, развод, можете не вступать. Вот для вас персонально говорю, что, конечно, развод. Поэтому, конечно, обманываю людей. Поэтому ни в коем случае не вступайте. Ничего вы не заработаете. Вот. Ну, а для тех, кто понимает юмор и степ, то, соответственно, можете присоединяться. Ссылка есть в описании. Вот. Поэтому такие дела. Так, ну, еще я вспомнил по Каве. Меня спрашивали. Ну, по Каве я уже отвечал. По Каве на данном этапе откатываемся. Не спешил бы. Но кто заходил вот здесь, можно, понятное дело, держать. Подождал бы окончание отката, и потом уже можно будет докупаться. Вот. Такие мои мысли по рынку криптовалют. Не буду затягивать. Спасибо всем за внимание. Всем удачи и всем пока.